Приветствую вас! Не очень большой у вас вопрос по объёму, но количество вопросов, которые вы задаёте, их 5, и та глубина, направленность, которая у вашего вопроса есть, вот это всё создаёт некое такое ощущение, что, ну, как бы насрел такой вот определённый конфликт, определённый кризис. Этот кризис, безусловно, не мужчины, это кризис, в первую очередь, ваш, потому что вы пришли к нам с вопросом, с проблемой и так далее. Но, с другой стороны, любой кризис – это хорошо, потому что кризис помогает, в первую очередь, понять, чего же вы хотите. Хотите, кризис помогает понять, куда, в какую сторону вам двигаться сейчас, например. Кризис помогает вам, ну, всё вот это вот для себя прояснить. Вот. Значит, вы пишите о том, что встречается в парне 14 года, он старше вас на, соответственно, той же 4 года. Было всякое хорошее и плохое, но у меня уже давно взрело решение расстаться с ним. Ну, пошёл, пожалуй, даже ещё не начиная разбирать ваши вопросы, то есть, хотелось бы обратить внимание вот на этот момент. Вот, казалось бы, встречаетесь вы с мужчиной, да, встречаетесь вы с человеком. Влево у вас решение с ним расстаться. Ну, решение, в любом случае, как бы там ни было, решение, оно справленное, оно естественное, если оно у вас появилось. И, как бы, против этого решения, ну, как бы, не выступая, абсолютно ничего. То есть, вам нужно первое, что сделать, это вот понять, если решение о расставании с молодым человеком было у вас, как бы, изначально, формировалось у вас это решение изначально, то почему вы его не реализовали, почему вы его не предварили в жизни. Вот вы говорите, у меня, у меня решение о расставании с ним зрело уже давно. Ну, раз решение о расставании зрело, значит, вы чувствуете, что человек этот, ну, как минимум, не то, чтобы даже не ваш. Нет такого понятия, как ваш или не ваш человек. Есть желание делать счастливым кого-то, есть желание вкладывать в человека, желание как-то делать его жизнь счастливой, радостной, да, там, вот как-то, что-то позитивное для него делать. А бывает так, что этого ничего не хочется. Так вот, у вас ситуация, при которой вы чувствуете, что человек вам не хочется, если я правильно понял, человека не хочется именно радовать. То есть, вы не хотите в него вкладывать ничего, вы чувствуете, что мужчина, он может быть и неплохой, он может быть и хороший, но именно с вами, именно с ним, вы чувствуете себя не так, как вам хотелось бы. И это на самом деле довольно такая, знаете, серьезная проблема. То есть, в первую очередь, проблема заключается в том, что вы, получается, не совсем доверяете себе. То есть, вы хотите чего-то, что-то сделать, вы хотите что-то притворить в жизни, а вы этого не делаете. Потому что, потому что, не доверяете себе, или по какой-то причине еще, я вот этого пока сказать вам не могу. Я думаю, что это тоже, с чем нужно разбираться в любом случае у вас. Ибо то, что вы хотите расстаться в человеках, это совершенно нормально, но почему вы не решаетесь это сделать, почему вы не притворяете это решение в жизни, очень понятно. Далее, ситуация осложнил факт появления еще одного человека. Я не изменяла, но у нас с этим человеком взаимное влечение. Попытался, значит, так, хорошо, пока больше не читаю дальше. Вот вы пишите ситуацию, осложнил факт появления еще одного человека. Я не изменяла, но у нас с ним взаимное влечение. Если вы не хотите, чтобы ситуация, которая с вами происходит сейчас, повторилась, то есть вы не хотите, чтобы с вашим новым молодым человеком была схожая ситуация, что у вас есть сейчас, то я рекомендую вам не рассматривать всерьез вашего другого мужчину, ну, то есть нового мужчину, который у вас сейчас появился. Потому что вполне вероятно, что вы его, этого мужчину, воспринимаете как средство, как такую палочку-выручалочку от и из отношений с вашим настоящим молодым человеком. И вам будет с ним, я имею ввиду, с вашим новым человеком, будет хорошо до тех пор, пока вы переживаете процесс кризиса с вашим молодым человеком, с которым вы встречались до. Вам будет с ним хорошо, как только вы увидите, что с вашим настоящим молодым человеком вы расстались, вы тут же для себя увидите, что новый мужчина не представляет для вас как бы какого-то такого существенного интереса. И связано это с тем, что нельзя, нельзя находясь в одних отношениях, уступать в другие. То есть, если факт осложнения и был, факт осложнения ситуации и был, то этот факт ситуацию осложнил только в вашем восприятии, в вашем контексте. То есть только потому, что вы видите эту ситуацию именно так. Мужчина, который появился новый, он ни в коем случае никак не может влиять на то, что между вами и вашим парнем происходит сейчас. И он никак не может влиять на вас. То есть понятно, что вы в нем видите как бы второе дыхание, понятно, что вы видите в нем все-то хорошее, понятно, что вы воспринимаете его как такую новую жизнь для себя. Но это иллюзия, потому что ваш парень, с которым вы встречаетесь 4 года, он вас, скорее всего, как бы, ну, тяготит. И вот этот удовольствие вас тяготит, вы и хотите, скорее всего, от него избавиться. А избавиться вы можете от него только в том случае, если, ну, будете, наверное, встречаться с другим. То есть, по вашему мнению, ситуация выглядит именно так. И в этом ваша основная ошибка. Далее. Вы пишите, что Рассет не получился, он меня не отпускает. Значит, умоляют, чтобы я не уходил, обещают исправиться. Ну, вот тоже довольно интересный момент. Обещают исправиться. Исправиться, простите, исправиться в чем? В чем он виноват? Почему он хочет справляться? Вообще, есть ли ему за что исправляться? Вот реально и по факту он говорит, я буду исправляться, я исправлюсь. А чего исправляться-то? По поводу чего он собирается менять свое поведение? Вы ему что, претензии какие-то предъявляли? Или как, вы просто предлагаете расстатки, а он говорит, что будет исправляться? То есть, это довольно такой, знаете, интересный момент. То есть, непонятно, в чем ваш мужчина собирается исправляться. Особенно, если вы, вроде бы, никаких претензий не предъявляете ему. Но при этом, явно, то, что он обещает, то есть, он хочет исправляться. Это говорит о том, что он действительно боится вас потерять. Но, если он умоляет просто вас остаться, это говорит о том, прям, вот, ну, не хочется это отпускать. Кто-то говорит о том, что он от вас зависим, а зависимость от вас, это, естественно, слабо соотносится с любовью. То есть, возможно, именно это вас и напрягает, по большому счету. Возможно, именно поэтому вы хотите с ним расстаться, потому что чувствуете, что мужчина вас уже, ну, не столько любит, сколько вот именно нуждается вас, а именно такая вот нужда в вас, вам не очень-то, по-русски и отсюда, ваше стремление, ваше желание с ним расстаться. Это то, что вижу я пока что. То, что вот его, то, что он делает, значит, это его манипуляция вами. То есть, да, не факт, что эта манипуляция является осознанной, скорее всего, эта манипуляция не осознанная, но меньше манипуляций от этого подобное действие не становится. Далее вы пишите, что чувствуете себя плохо, на то, что хотите уйти, заставляете его страдать. Вот это вот уже чувство вины. Выбивает это у вас чувство вины. Тут нужно отдельно заметить, что именно чувство вины, это всегда социальный фактор. То есть, это не ваше именно чувство. Это реакция мужчины на то, что вы хотите сделать. И более того, это не приятие вашего выбора. То есть, мужчина ваш выбор не принимает. Он не принимает его, потому что это невыгодно ему. Он не думает о том, что вы хотите вы. В данном случае, он думает только о том, чего хочет он. Он думает только о том, что интересно ему. Он думает только о том, что он потеряет, если вы, например, от него уйдете. Это означает, что именно о вас человек не думает. Это означает, что именно о вас мужчина не беспокоится в данном случае. И сказать, сказать, что он, например, не должен так поступать, нельзя. Но и говорить о том, что вам следует обращать на это внимание, тоже нельзя. Почему? Дело в том, что, еще раз, поскольку мужчина думает только о себе в данном случае, то получается, что вас он не думает. Получается, что вы его не беспокоите. И получается, что к вам у него привязанность. У вас, у него к вам, а также привязанность. И он не хочет вас отпустить, не может вас отпустить. А это значит, что о вас, как таковой он не думает. И пытается вызвать у вас чувство вины. Осознанно или неосознанно, это не столь важно здесь. Важно, что он это делает. Вызывает у вас чувство вины. И, соответственно, раз вызывает чувство вины, значит, это выгодно им. Счастливый, уверенный в себе человек, а не сомневающийся в себе, не имеющий внутренних противоречий, никогда чувство вины у другого вызывать не будет. Тем более у того, кого он вроде как любит, то есть вас. И это, наверное, то еще, о чем вам стоит подумать. Потому что это важно. Далее. Я чувствую себя плохо на то, что хочу уйти, и что доставляю его страдать. Вы понимаете как? Если вы захотели от него уйти, то вы уже, скорее всего, свое решение не поменяете. То есть, что будет? Будет у вас метание. Будет у вас сомнение. В том, что вы правы, в том, что вы верно поступили, и прочее, прочее, прочее. Будет у вас некая такая... Некая дилемма. Но... По факту, Именно по факту, сам момент, сам момент, что вы уже задумались об этом, о том, что необходимо расстаться, о том, что можно расстаться, сам момент этого уже означает, что, ну, некоторые отношения вы уже закончили. То есть, часть отношений, вот частично ваши отношения, они уже закончены. и вы сейчас пытаетесь просто сделать что? Вы пытаетесь просто-напросто цепляться за то, что у вас когда-то было. Но у вас этого уже нет. и чем быстрее эту реальность вы поймете, там, если бы вас все устраивало, если бы вы любили друг друга, если бы вы его любили, по крайней мере, то, я думаю, ну, никакого размышления о том, что нужно расстараться с мужчиной, ну, у вас не было. Раз это есть, значит, значит, вы уже, как бы, для себя эти отношения или переросли, или просто они для вас закончены. Здесь особо не важно, что именно вам это движет. Факт тот, что, как бы, это есть. И большего, в принципе, не нужно. То есть, а если вы не хотите причинять своему мужчине страдания, как вы говорите, а это довольно гуманистический подход, гуманный подход, а если вы не хотите этого делать, то лучшим для вас решением будет именно как можно более быстро, как можно более безболезненно, стремительно с ним расставать. А чем быстрее вы расстанетесь, тем быстрее мужчина смонит жить без вас. Ему будет плохо, ему будет тяжело, но тот факт, что ему будет тяжело, как раз таки и поможет ему наконец-то жить уже без вас. Потому что вас, скорее всего, его не вернут. Это определенно так. Четыре года вы встречаетесь с молодым человеком, 22, значит, мы начали приезжать в канал, было 18, до 22 лет происходят очень серьезные и глобальные изменения в самом человеке, в его восприятии, он по сути становится из юноши, из подростка взрослым человеком, то есть превращается из подростка во взрослого человека. И торжественные его ценности не могут не меняться при этом. То, что мы сейчас наблюдаем, это естественно волшебное становление. Если в 18 лет молодой человек вас возрастом устраивал, кстати, молодому человеку было 22 канала, познакомили, познакомились, если я правильно понял, это значит, что он уже был относительно сформировавшимся. и скорее всего за эти годы, если он изменился, то не сказать, что он слишком значительный. А вот мы изменились сильно. И вот это нужно понимать, что основная причина, по которой вы хотите расстаться с ним, у вас появилось это желание, давно зрело решение, это именно изменение ценностей, изменение взглядов, изменение приоритетов, что является естественным, и нормальным. И вы поменять это уже не сможете. Установить отношения свои с этим мужчиной вы уже не сможете, вы другая, а он остался темным. И плохо будет, если он ради вас будет стараться изменить что-то еще, он потеряет свою уникальность из-за этого, он потеряет свою индивидуальность из-за этого. Если вы его ну ладно не любите, хотя бы уважаете, то вы этого не допустите. Потому что это обращает личностную смерть для человека. Далее, значит, так, значит, вы чувствуете шалость и ярость к себе и к нему. А почему вы чувствуете жалость к себе? Это вот совершенно непонятно чувство. То есть за что себя жалеть? Ну, молодого человека понятно, пожалеть можно. Он действительно выглядит весьма жалко. То есть там и мольбы, и истерика, и все это действительно для мужчины это жало. А вас вы почему жалеете? Что такое произошло, что вам нужно себя жалеть? Не очень этот момент, если честно, мне понятен. Вы говорите, что вам вы чувствуете яркость к нему и жалеть к нему это нормально, это естественно. Потому что ну жалость понятна, а ярость потому что ну наверное вы понимаете, что мужчина все-таки не должен так себя вести, наверное вы понимаете, что поведение мужчины оно все-таки должно быть более таким мужественным может быть. Понятно, что вы это понимаете и поэтому испытываете ярость к нему. Но вот к себе почему вы ярость испытываете? Опять же можно понять Вы считаете, что делаете неправильно Что-то То есть вы не доверяете себе Вы не уверены в себе На мой взгляд Это и есть ключевая проблема То есть вы не доверяете себе До конца Вы чего-то боитесь И соответственно Используете мужчину Опять же для чего-то своего Возможно вы не хотите его терять Потому что Наверное вам может быть жалко времени Которого вы потратили На отношения с ним Возможно Вы просто не хотите Сначала начинать Возможно есть какая-то причина Может быть есть там Страх То есть все это предположение Все это можно Только гадать Но тем не менее Факт это факт Что непонятно За что вы себя Жалеете Непонятно Почему вы себя жалеете И с чем это связано Вот Далее То что вы Пишите Дальше Значит Мама говорит Что у меня просто Гормоны Непонятно Приключения Ну мама Видите Она Определенно не знает Вообще Что такое Личностное становление Определенно не знает Как проявляют себя Гормоны Кстати По Именно по гормонам Мне бы хотелось Сказать Что Ну безусловно Не являясь врачом Я могу ошибаться Но Гормоны Или гормональный сбой Это безусловно Если Если есть Гормональный сбой То это Конечно Болезнь Нет Нужно как-то Решать А гормоны Вообще-то говоря Играют только В подростковом возрасте В период полового созревания И больше Как-то Я Не слышал О том Чтобы Гормоны Влияли на Человеческую жизнь Если только Это не Заболевание То есть Не Именно Гормональные сбой Какие-то Это Естественно У людей Это бывает И если Это У вас То это Отдельная Тема Для разговора Но Этот момент Его нужно Понимать Именно Вот так Именно Вот Таком Контекте Далее И сейчас Это приключение Говорит Ваша мама Ну Видите ли Здесь она Опять-таки Не права Потому что Во-первых Вы говорили О том Что Решение Рассказа С молодым Человеком У вас Было Еще До того Как Вы Встретили Другого Мужчину То есть Соответственно Дело Здесь Не в нем Это Во-первых Во-вторых Момент Есть Такой Что Даже Если Так Даже Если Это Действительно Вот Жадное Приключение То И что И что Дальше Ну Жадное Приключение И Что В этом Плохого Вы Вы Не 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 Всех Поступаете Вы Не Наркотики Принимаете Вы Не Вредите Кому То Если Вы Чувствуете Что Молодой Человек Не Ваш Если Чувствуете Что Вам С Нехорошо Если Чувствуете Что Вас Не Устраивает Если Вам Хочется Чего Другого Так Это Ваше Право Проблема Этого Желания Если Честно Для Меня Не Понятна И Почему Ваша Мама Обсуждает Это Мне Не Понятно Тоже Ну Вот Тут Уже Встает Вопрос О Том Какие У вас Отношения С Вашей Мамой То Есть Почему Она Может Вот Так Говорит Почему Вы К Прислушиваетесь И Какие У Вас Вообще Взаим Отношения С Вашей Мамой Потому Что У Появилось Ощущение Что Она Вас Не Очень Понимает То Есть Ну Родители Вообще Своих Детей Понимают Весьма Обосредственно Но В вашем Случа Это Происходит Достаточно Сильно То Она Позволяет Себе Давать Такую Оценку Вашим Поступкам В личной Жизни Что Мне Кажется Это Явный Переход Границ Далее Вы Пишите Значит Я Понимаю Что Человек Появится В моей Жизни Не Причина Рассования Но Его Катализатор Легче Мне Становится От Этого Понимания Ну Во Первых Молодой Человек Который Привез В Ваш Жизни Он Не То Что Катализатор Это Как Бы Фактор Движения То Есть Вы Увидели Что Есть Что Другое Вы Увидели Что Отношения Могут Быть Иными Чем У Молодым Человеком И Раз Они Могут Быть Другими Значит Вы Хотите Этого Другого Чего И Все На Самом Деле То Больше Вам Ничего Как Бо Не Надо То Это Не Катализатор Если Бы С Молодым Человеком У Все Было Хорошо Если Бы С Молодым Человеком Никаких Проблем Не Было То Знаете Никакой Бо Другой Человек Не Повлиял Бо На Них На Эти Отношения А Раз Повлиял Значит Проблемы Были Давно То Что Он Вскрыл Эти Проблемы Молодой Человек Да Это Так Но Он Не Является Для Вас На Текущий Мамент Тем Ну Хороший Подходящий Вам Для Отношений Вперед надо Закончить Именно Вот Те Отношения Которые У Вас Есть Отношения Очевидно Это Главное Теперь Дальше По Вопросу Как Понять Себе Я Пищусь Жиру И От Скуки Или Это Правда Не Мой Парень Я Вам Уже Сказал Что У Вас Происходит Простое Изменение Личностных Приоритетов То есть Поменялись Ваши взгляды Поменялись Ваши ценности Вы Сами Стали Другой И Это Нормально Что Молодой Чак вас Не устраивает Такое Бывает Далее Что Делать Со Всем Этим Ну Если Говорить О том Что Делать Со Всем Этим Я Прекомендовал Вам Вообще Уйти И От Одного И От Второго И Подумать Кто Что Значит Для Вас То есть Что Значит Для Вас Ваш Парень Когда Вы Приезжали Четыре Голи Кто Значит Новый Парень Как Каково Значение Их Для Вас И Далее В каком Контексте Вы Воспринимаете То есть Если В контексте Эм Желание Что Для Них Делать Это Одно Если В контексте Получить От них Что Это Совсем Другое И В первом В первом Случае Вам Ну На самом Деле Не бросать Обоих Я бы Сказал В первом Случа Вам Избегать Обоих Достаточно Ни тот Ни другой Вам Подходит Отношения Когда Человек Примится Вскладывать Примится Что-то Делать Для Другого Но Не Получат То есть Вам Нужно Исключить Из Вашего Общения Сейчас Обоих Парней И Кстати Говоря По Основенности Ваша Мама Тот И Думать Вам Необходимо Только Самой Ориентироваться Только На то Чего Хотите Вы И Все Не мама Не мы Даже Эксперты А именно Вы Потому Что Это Ваша Жизнь И Вам Решать Как Она Будет Вот Правильно Вам Сказал Один Из Коллег Что Как Вы Видите Себя Через Десять Лет Это Вы Будете Как Себя Наблюдать Себя Разознавать Через Десять Лет Не Мы Не Мама Не Молодой Человек Какой Либо А Вы И Вот Важно Сделать Так Чтобы Вы Сами Через Десять Лет Себе Нравились У У У Не Было Ощущение Что В Десять Лет У Вас Просто Ну Никуда Ушли Тогда Вам Потребуется Более Серьезной Терапии Чем Сейчас Понимаете Вот Это Главное Далее Почему я так Реагирую На Судьбу Молодого Человека Я его Люблю Нет Вы Его Не Любите У Вас Чувство Вины Это Ответственность Ответственность От То есть Когда Появляется Чувство Вины Такого Рода Вы Как Берете Ответственность За Другого Человека Не за Себя То есть Получается Вы Не Желаете Подсобняком Нести Ответственность За Себя Но Несете Эту Ответственность За Другого Так Вы Вы комментируете, можно сказать, необходимый уровень, необходимый кворум, если угодно, ответственность. То есть какую-то ответственность все-таки не втянуть, но вы предпочитаете нести ее за своего молодого человека, а не за себя. К любви здесь мало что относится. Любовь здесь вообще-то и дальше любви здесь не слышно, совершенно. Если расстаться с ним, то как это сделать, чтобы это было мягко? Знаете, мягко сделать это не получится, потому что смысл вам не смягчить того, что вы хотите сделать. А это значит, что единственный способ сказать твердо, сказать однозначно, чтобы у молодого человека не было надежд, и просто-напросто следовать своему выбору. И все. То есть единственное, что вы можете, это просто сказать сухо и кратко, что вы расстаете с ним, и далее просто вести себя так, как будто вы расстались. Потому что с этого момента у человека начнется этап адаптации к новым условиям жизни. А если вы будете подбирать слова для того, чтобы с ним расстаться, то вы будете выбирать время, момент и так далее, вы будете вселять молодому человеку ненужную надежду, которая и будет, кстати говоря, приводить к той реакции, которая, ну, у вас, которую вы сейчас наблюдаете, то есть которая вам не нравится. То есть реакция будет и так, но она будет более, знаете как, более безнадежная. То есть мужчина будет понимать, что все, конец-конец, вы сказали, все, вы своего мнения не поменяете, и вот это вот важно, чтобы он это знал, чтобы он это чувствовал, что вы своего мнения не измените. Вот. То есть идеального варианта нет. Чем быстрее скажете, тем лучше, тем прямее, тем лучше, тем лаконичнее, тем тоже лучше. Вам не должно быть стыдно. Вам не должно быть стыдно. Это все происходит, там все совершенно нормально. Совершенно естественно. Я надеюсь, что из моего ответа вы это для себя увидели, из моего ответа вы это для себя уяснили. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, опрашивайте в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.